Финансовая поддержка семей с детьми и создание условий для обеспечения дошкольного и школьного образования при общении жителей к здоровому образу жизни. Реализацию нацпроекта «Демография» обсудили на заседании регионального правительства. Подробности у Натальи Чекет. Сейчас в Верхневолжье реализуется 15 мер поддержки для семей с детьми, в том числе 12 региональных. Это материнский капитал при появлении первенца и региональный при рождении третьего ребенка и последующих. Подарочные наборы новорожденным, а также помощь в погашении ипотечных кредитов и решении жилищного вопроса. Как отметила главврач областного перинатального центра Людмила Гребенщикова, такие меры дают свой результат. У нас увеличилось количество многодетных семей. И хочется сказать по статистике нашего центра, третьи, четвертые, пятые детишки рождаются больше, чем по сравнению с прошлым годом. Вот за 8 месяцев этого года и прошлого года у нас плюс 30 новорожденных детей именно в этой категории семей. Сразу на несколько направлений поддержки могут рассчитывать многодетные семьи. Приобретение транспорта, предоставление бесплатной школьной формы, поощрение многодетным родителям, развивающим собственное хозяйство. Во время заседания приглашенные эксперты высказали свои предложения, которые могли бы дополнить существующий комплекс мер. Одной из таких мер, которые могли бы повлиять, хотя бы как-то улучшить условия жизни, в том числе многодетным семьям, это отдых на территории Тверского региона. Молодым семьям, которые многодетные, у которых много детей, действительно уехать куда-то далеко, это большая сложность. И здесь, недалеко от своего дома, мне кажется, намного будет комфортнее отдыхать, тем более использовать те ресурсы санаторно-курортные, которые у нас есть. Улучшение демографической ситуации в регионе способствует не только прямая финансовая поддержка семей с детьми, но и создание благоприятных условий для воспитания подрастающего поколения. Губернатор подчеркнул, что строительство социальных объектов необходимо максимально приблизить к месту проживания людей. И дальнейшую застройку населенных пунктов планировать с учетом социальных потребностей граждан. Сегодня надо констатировать, что в части рождаемости, в части многодетных семей у нас очень хорошие показатели. В части продолжительности жизни мы, конечно, двигаемся достаточно активно. По вопросу демографии считаем, что необходимо повысить усилия по развитию социальной инфраструктуры. Также на заседании рассмотрены региональные проекты старшего поколения, спорт, норма жизни, укрепление общественного здоровья. 15 проект демография направлен не только на повышение уровня рождаемости, но и на увеличение средней продолжительности жизни населения региона через приобщение к здоровому образу жизни, а также через проведение профосмотров и диспансеризацию.